Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! Вот подходит к концу 11 сезон. В этом сезоне было много программ, много говорили о политике, много говорили об экономике. И, естественно, было бы логичным подытожить выпуск программы «Политэкономика для всех» в общем-то бессменным соведущим и, скажем так, главным спикером этой программы Валентин Юрьевичем Катасоновым. Он у нас сегодня в студии. Валентин Юрьевич, прошел полгода с нового года, полгода 2015 года. Какие-то прогнозы мы строили на 2015 год в прошлом году. Что изменилось в оценках? Ну, помните, вы говорили, что доллар до 80 может дорасти. Ну, вот он не дорос, до 55 пока остановился. В общем-то, как-то ситуация более-менее стабилизировалась. И вот нашу беседу хотелось бы построить следующим образом. Давайте по старой нашей доброй традиции сначала немного о текущих новостях, ну а потом какие-то фундаментальные, ну и ответы на вопросы наших зрителей. Потому что вот на нашем сайте появился ваш персональный блог с вашими статьями, и там люди задают вам вопросы. И вот мы попытаемся вот этим вот подытожить нашу работу в этом полугодии. Ну, что касается текущих новостей, хотелось бы услышать вот вашу оценку того, все-таки вот прошел Петербургский экономический форум, на котором звучали достаточно противоречивые заявления. С одной стороны, президент сказал, что у нас все хорошо, все замечательно. С другой стороны, Кудрин, Греф сказали, что, извините, кризис усугубляется и будет дальше еще хуже. То есть вот такое вот разночтение. И, в общем-то, среди бизнесменов тоже есть такое стойкое мнение, что будет только хуже. На чем основывается вот оптимизм президента и на чем основывается пессимизм других, высказывающихся по этому поводу? Ну, вы знаете, все-таки экономист, он не психолог, он, прежде всего, должен оперировать какими-то объективными показателями. И на основе этих объективных показателей делать какие-то выводы. Поэтому, а уж как люди относятся к этим показателям, к этим, будем так говорить, цифрам, это уже второй вопрос. Знаете, это как анекдот насчет оптимиста-пессимиста, да? Поэтому, собственно, цифры одни и те же были. И просто президент выступал и в целом оценивал результаты как неплохие. Но нельзя сказать, что оценки его были сверхоптимистичные, сверхмажорные. Но, с моей точки зрения, я бы на месте президента вообще бы воздержался от выступления на питерском форуме. Потому что, в общем-то, сказать ничего конструктивного и позитивного в данной ситуации президент не может. Выступление у него получилось бесцветное. Мягко выражаясь, бесцветное выступление. И более того, значит, он противоречил все-таки тем цифрам, которые он приводил, которые, значит, взяты из Росстатовской базы данных. Если раньше мы достаточно так болезненно, остро реагировали на падение многих показателей, я даже не обсуждаю сейчас вопрос, насколько они отретушированы, эти показатели. Промышленное производство просело, инвестиции просели. Даже натуральные, если показатели будем брать, скажем, там, грузовые перевозки по железным дорогам, они тоже просели. И вот как-то хотелось бы услышать от президента какие-то оргвыводы. Ну, наверное, Питерский форум – это не то место, где вот надо вести такой серьезный разговор. Потому что изначально Питерский форум задумывался как некая площадка для международного общения. Такая питерская версия Давоса. И поэтому это, наверное, не то место, где надо вести серьезный разговор. Серьезного разговора не получилось. С другой стороны, никто и не поверил в то, что инвестиционный климат в России улучшился. Ну и, в общем-то, было некоторое недоумение со стороны аудитории, серьезной аудитории. Все ждали, ну, по крайней мере, президент хотя бы скажет, какие шаги по выходу из кризиса будут. Но эти шаги не были озвучены. Короче говоря, получилось бесцветное выступление. Бесцветное выступление, и с точки зрения политического рейтинга, конечно, здесь он потерял очки, а не приобрел. Вот. В целом, я думаю, что, конечно, Петерский форум себя уже изжил. И я думаю, что, может быть, на следующий год его уже не будет, Петерского форума. Может быть, моя такая жесткая оценка, жесткий прогноз. Потому что Петерский форум, все-таки, это действительно была площадка, на которой, будем так говорить, создавался инвестиционный рейтинг, инвестиционный климат России. Сегодня бесполезно заниматься вот этими манипуляциями, потому что против России организована экономическая блокада, в том числе в части инвестиций, в части длинных и средних кредитов. И можно было бы переформатировать, принципиально переформатировать Петерский форум и убрать слово международное, сделать его общероссийским экономическим форумом. И действительно пригласить туда не каких-то иностранцев, а пригласить представителей нашего бизнеса. И не только крупного, который в любом случае приезжает по разнарядке на берега Невы, а малый и средний бизнес. Ну, тогда получится Московский экономический форум. Ведь недаром многие сравнивают Питерский экономический форум и Московский экономический форум. Если на Питерском представлены в основном крупные сырьевые компании, международные финансовые структуры, то на Московском экономическом форуме как раз представлен мелкий, средний, но отчасти крупный промышленный, производственный бизнес. То есть вот есть определенный вот такой антагонизм между Москвой и Питером. То есть Московский это реальный сектор, а Питерский это финансово-сырьевой. И, соответственно, в общем-то... Фисомолитичный и офшорный, я бы еще добавил. Да, то есть вот вы, я знаю, участвовали в работе и Московского экономического форума. По секрету скажу, что меня несколько раз приглашали на Питерский, но интуиция, внутренний голос сказал, не надо. Понятно. То есть вот эти форумы, они как бы произвели отделение агнцев от Козлищ. Вот такой производственники и реальный сектор, они поехали в Москву, а сырьевики и финансисты поехали в Питер. Но на сегодняшний день власть-то как раз поддерживает вот это. Потому что на Московском экономическом форуме ни президента, ни премьера не было. Максимум там какой-нибудь замминистра, ну или там глава РЖД. Это предел, в общем-то, со стороны власти. А на Московском экономическом форуме весь политический бомонд строго по разнарядке явился. То есть это говорит о чем? Что у нас все-таки ориентация именно власти и заточенность именно вот в том финансовом и сырьевом направлении. И вот как же тогда соотнести такую вещь? На этом питерском форуме говорится об импортозамещении, развитии промышленности и так далее, и так далее. Но говорится в аудитории, которая, мягко говоря, в этом не заинтересована. То есть это вот вызывает у меня как у аналитика серьезное вот такое отторжение. Потому что несоответствие аудитории и произносимого текста. Ну вот это как раз раздвоение, которое я привык называть словом шизофрения. Многие обижаются и как-то неадекватно реагируют на мое слово шизофрения. Но это действительно вот такое несоответствие, такое противоречие. И оно, безусловно, не может продолжаться до бесконечности. В целом, конечно, видно, что экономическая политика нашего руководства, она либеральная, она прозападная. И наше руководство делало все возможное для того, чтобы понравиться Западу. И продолжает это делать. Да, да, да. Ну вот такое раздвоение, оно, конечно, работает не в нашу пользу. То есть мы теряем очки. Мы теряем очки. И я думаю, что через некоторое время это скажется даже на нашей обороноспособности. Потому что вроде бы там говорятся правильные слова и даже делаются правильные дела. Но оборонщики совершенно правильно говорят о том, что вот это, будем так говорить, замещение импорта при изготовлении конечного продукта, оно такое, ну, будем так говорить, лукавое. Это так называемая локализация у них называется. Потому что часть поставщиков это предприятие с участием иностранного капитала. Формально как бы российские юридические лица, но мы уже помним, что, скажем, те же самые дочки Мастеркард и Виза, как они отрапортовали своим хозяевам, как они тут блокировали операции с пластиковыми карточками. Но это еще не самый тяжелый случай. А если такая же команда пройдет по компаниям с участием иностранного капитала, которые участвуют в изготовлении полуфабрикатов, каких-то деталей, там, узлов для конечной военной продукции. То есть наш военно-оборонный комплекс, он находится в очень таком неустойчивом состоянии. Колосс на глиняных ногах. И это продолжаться до бесконечности не может. Я вообще считаю, что экономические санкции были пока еще очень мягкие. И я бы так сказал, что это некий такой спектакль. Некий такой спектакль, потому что тяжелая артиллерия пока еще не задействована. Тяжелая артиллерия. То есть вы также считаете, что пока мы живем вот в неком таком спектакле. Спектакль с нашей стороны и спектакль со стороны Запада для того, чтобы продемонстрировать некую борьбу нанайских мальчиков. Некая разминочка такая. Настоящей борьбы еще не было. И может, она даже и не планируется? Может, ее и не будет. Может быть, не будет. Может быть, здесь просто война нервов. Кто первый? Но, видимо, конечно, они рассчитывают, что наши нервы сдадут. Потому что, знаете, два нанайских мальчика, но в разной весовой категории. И маленький нанайский мальчик может дрогнуть в какой-то момент перед таким верзилой и громилой. Но я сравниваю в данном случае военно-промышленные комплексы двух стран. Я сравниваю, конечно, и другие параметры экономические. И в этом случае, наверное, вот этому маленькому нанайскому мальчику лучше действительно не вступать в тесный контакт с крупным нанайским мальчиком. И для этого я предлагаю конкретные меры. И, собственно, я тут никакой Америки не открываю. Какие меры, на ваш взгляд, следует предпринять? Ну, понятно, власти должны говорить для той аудитории, для которой это осмысленные тексты. То есть, условно говоря, если говорить об импортозамещении и развитии отечественного производства, то это надо говорить в Москве, а не в Питере. Конечно. Это одно. Но говорить-то это все хорошо. Что должна делать реально власть? Как влиять на промышленную политику, на инвестиционный климат? И вообще, зачем эти инвестиции? Вот нам все время говорят, нам нужны инвестиции, нам без инвестиций никак. По-моему, в одной из наших программ вы говорили, что то, что мы заимствуем и то, что мы отправляем туда, примерно сопоставимо. Может быть, имеет смысл собственные средства использовать для внутреннего инвестирования. Вот ваши рецепты. В том все и дело, что мы заимствуем для того, чтобы у нас просто поддерживалось денежное обращение. Потому что я, наверное, скажу азы, будем так говорить, денежной теории. У нас валютное управление, у нас, значит, не центральный банк, а некий цех по перекраске зеленых бумажек в бумажки национальных цветов. А нам необходим печатный станок. Понимаете, есть центральные банки и центральные банки. У одних есть печатные станки, а у других есть цеха по перекраске. Вот у нас цех по перекраске, а нам нужен печатный станок. Ну, а если конкретнее говорить, надо центральный банк развернуть на реальный сектор экономики. Есть разные схемы. Можно, скажем, заниматься рефинансированием коммерческих банков, которые, в свою очередь, дают кредиты предприятиям реального сектора экономики. И в этом случае это будет самая здоровая денежная эмиссия, потому что она будет неинфляционной. У нас денежные власти прожужжали, что они воюют с инфляцией. Вот вам классическая, я не знаю, почему-то ее кто-то назвал в свое время немецкой моделью. Действительно, Бундесбанк действительно практиковал такую схему денежной эмиссии, но она вообще-то присутствовала во многих странах. И пусть это будет немецкая, пусть это будет французская. Сегодня, к сожалению, таких моделей немного осталось в мире. Но это здоровая схема. И, конечно, пока мы не развернем центральный банк, все остальное теряет всякий смысл. Всякий смысл. Второй момент – это борьба с офшорами. Борьба с офшорами, потому что… Вот почему все эти люди, окружающие президента, такие либералы? Да потому что, так или иначе, их интересы завязаны на офшоры. Это, конечно, уже компетенция следственных органов, прокуратуры, спецслужб и так далее, и так далее. Но нет никаких сомнений, что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Слова из Евангелия. Антон Юрьевич, ну вот вы сказали о людях вокруг президента. У меня сразу возник вопрос. Вот сейчас вокруг президента либералы, которые задают вот этот либеральный дискурс. Вот, предположим, гипотетическую ситуацию. Завтра к вам обращается Владимир Владимирович Путин и говорит. Валентин Юрьевич, а у вас есть люди, которые могли бы заменить этот круг? То есть, те люди, которые могли бы сформировать новый курс, возглавить новый Центробанк, новое Министерство экономики, промышленности и так далее. Вообще, в России есть люди или у нас остались только либералы? Нет, слава богу, еще такие люди есть. Причем у нас есть не только люди, у нас есть прецеденты и опыты. Я имею в виду, когда большевики в 1918 году взяли Государственный банк. Они взяли Государственный банк. Естественно, сотрудники Государственного банка Российской империи отказались сотрудничать с большевиками. Но все-таки, в конце концов, нашли некоторых спецов. Каждому спецу представили комиссара с наганом. Но кроме этого, еще были ученики. Были ученики, которые смотрели, как спецы работали. Через 2-3 года уже, собственно говоря, появились собственные кадры. Но я думаю, что у нас ситуация не настолько критическая. И я думаю, что найдется достаточно еще количества людей, которые, если не находятся в пенсионном возрасте, ну я тоже в пенсионном возрасте, но вполне еще дееспособные, лет 10 еще могут послужить. То есть подготовить учеников. Да, вполне, вполне. То есть, ну получается, если это делать, то это делать надо в ближайшее время. Потому что иначе придется опять, как большевики, комиссар с наганом у виска специалиста. Но самое интересное, что тогда даже комиссар не поможет. Потому что эти люди, типа Набиулиной, там же совершенно другие люди, с другим менталитетом. Они даже не понимают, как должен быть устроен нормальный центральный банк. Вот в чем дело. Еще такие люди пока есть. Но лет через 5-10 лет таких людей днем с огнем не найдешь. И тогда что, по книгам, по чертежам все это восстанавливается? Ну это уже гораздо труднее, потому что многие вещи на кончиках пальцев перенимаются. Пока еще и Гераченко жив, он тоже может подсказать. Он Геракл. Да, да, да. Хотя, конечно, уже, наверное, за 80. Но я говорю, вот это вот плеяда людей. Гераченко помоложе лет на 10. Это вполне неспособные люди. Сергей Юрьевич Глазев. Ну, Сергей Юрьевич Глазев, я думаю, у него много еще других участков, где можно и нужно приложить свою энергию. Ну, то есть такие люди есть. Они такие люди есть. Но, повторяю, что 5-10 лет и таких людей уже не будет. И даже уже комиссары не помогут. Опять встает вопрос. Как они попадут на эти позиции? Варианта два. Либо это произойдет сверху. То есть это сам Путин сделает такой маневр. Ну, безусловно, что это революция. Да. Это самая настоящая революция. Либо это произойдет снизу. Но в любом случае это революция. То есть революция либо сверху, либо снизу. Потому что нынешняя вот эта либеральная пятая колонна, она ни за что не допустит людей, которые будут работать на интересы России. Ведь их интересы, как вы правильно заметили, находятся офшорно от России. Да, да, да. Совершенно верно. Так что вот эта проблема офшоров, она очень серьезна. И еще раз повторяю, что обычно преуменьшают проблему офшоризации экономики, сводя ее к тому, что российский бюджет недополучает налоги. Это, я бы сказал... Ну, вот я хотел бы коснуться еще офшоров. Вот с какой неожиданной стороны, немножко со стороны истории. Вообще в 12-м следующем сезоне я планирую раскрыть тему генезиса российской олигархии. И вот это, видимо, будут в разных программах, может даже цикл, и пока еще не знаю. Но хотелось бы раскрыть, как она вырастала. И вот что интересно, собственно, само понятие офшоров было введено первыми олигархами, которые понимали, что, ой, мы боимся, что завтра опять придут красные, поэтому надо быстренько куда-то вывести. И чтобы на меня никто не подумал. То есть я вот помню, как в 93-м, 94-м зарождалась вот эта вот офшорная технология. И зарождалась она не чиновниками государственными. Это потом они переняли вот это все. Либералы появились вот те. А сначала это были новориши. То есть вот те, кто циковики... Понимаете, да-да-да, циковики, там барыги, форцовщики вчерашние, да. Но надо сказать, что сами бы они не справились с задачей вывода активов, вывода денег в офшоры. Они, как правило, всегда действовали на пару с какими-то нерезидентами, как сегодня говорят. Нерезиденты, конечно, собаку сели на этих офшорных схемах. И практически за любым таким вот новоявленным олигархом всегда стояли какие-то прозападные круги, люди оттуда. Вы сказали, стояли. По-моему, они до сих пор там. Нет, я имею в виду, когда вот это все начиналось. Когда все начиналось. Сейчас, безусловно, и наши олигархи, ну, я тут не открываю Америке, я их называю транзитными, временными олигархами. Олигархами на час, собственно, они нужны были для того, чтобы перевести сначала активы, государственные активы, на баланс своих частных структур. А затем эти частные структуры уже в следующий шаг переводили эти активы в офшорные компании. Было как бы несколько поколений олигархов. Вот первое поколение, там, Смоленский, Гусинский, Ходорковский, Невзлин, значит, это вот, которых потом равно удалили. И потом появилось второе поколение олигархов. Потанин, Олегперов, Усманов, там, Вексельберг и так далее. То есть, вот, вторая генерация. Вот, почему произошла вот эта вот ротация? Вы, насколько я знаю, видели все это вот достаточно близкого расстояния, вот эти процессы. На ваш взгляд, почему вот были удалены олигархи первого, скажем так, генерации, и появились олигархи второй генерации? Ну, я думаю, что олигархи первой генерации, они уж очень неадекватны были. Они, видимо, как-то не сориентировались и решили, что им все можно. Им все можно. Ну, яркий пример – это Ходорковский. А в чем там это проявлялось? Ну, в особых амбициях, в особых амбициях, политические амбиции. Собственно, вся история с Ходорковским в 2003 году началась с того, что Ходорковский посчитал, что он может занять кресло президента Российской Федерации. Вот. При этом Ходорковский, конечно, выполнял определенные функции вот этого олигарха, посредника, факира на час, если так можно выразиться. Ну, то есть он был представителем чьих-то чужих финансовых интересов. Звучала фамилия Ротшильдов. Совершенно верно, совершенно верно. В 2003 году, когда начали распутывать всю эту цепочку с ЮКОСом, дошли до офшорной компании в Гибралтаре, и выяснилось, что конечным бенефициаром этой гибралтарской компании был Яков Ротшильд. Яков Ротшильд. Так что это чувствовалось. Это чувствовалось. То есть, условно говоря, вот то, что вы говорите, получается так, что некий иностранный финансовый магнат, завладев крупным активом в России, пытался выстроить через своих офицеров политическую структуру для того, чтобы получить еще и политическую власть, помимо финансовой власти в стране. Но дело в том, что те активы, которые заполучил ЮКОС, они стали яблоком раздора. Они были яблоком раздора между двумя кланами, Ротшильдовским и Рокфеллеровским. Собственно, Михаил Ходорковский работал на Ротшильдов. Но при этом он хотел стать президентом. И, естественно, для того, чтобы стать президентом, ему надо было согласовать свои планы. И он полетел в Вашингтон для того, чтобы согласовать эти планы. И там, собственно говоря, было принято решение о том, что Ходорковского лучше сливать. И именно в Вашингтоне? Ну, будем так говорить, Вашингтон дал свою отмашку на это. Дал свою отмашку. Санкцию? Да, безусловно, что в принятии такого решения участвовали Рокфеллеры. Но какова в этой схеме роль Невзлиной и группы Минотеп? Это вот тоже олигархи первой волны. Ну, вы знаете, Невзлин сегодня находится в Израиле, это беглый олигарх. Ну, в Израиле их сейчас там много. Да, там и Гусинский, и Невзлин, и, по-моему, Михаил Черный. И очень много, очень много. Ну, с моей точки зрения, слишком уж они грязно работали. Слишком уж... Да побаиваются, просто побаиваются, понимаете? Там сплошная уголовщина была. Все-таки вот эта вторая волна, она немножко поприличнее, с точки зрения соблюдения уголовного кодекса. То есть, нынешние олигархи, те же сырьевые, они уже, как бы, как говорил Астап Бендер, чтут уголовный кодекс. Ну, в большей степени, в большей степени. Но продолжают держать ведь активы все равно за рубежом. Самая у нас такая компания удивительная, это Лукойл, у которой больше всех активов иностранных. И доли иностранного капитала, в которой огромная. Она представляется как российская компания, но на самом деле ведь там не совсем она российская. Да, там есть нерезиденты в уставном капитале. Я не изучал, давно уже не изучал структуру капитала Лукойла, но это не чисто российская, я с вами согласен. Может, в этом обусловлена их устойчивость? Вы знаете, вот я как-то изучал эту тему, значит, доля нерезидентов в уставных капиталах крупнейших российских компаний. Совсем не обязательно иметь 50% плюс одну акцию. Иногда достаточно иметь 1%. Но дело в том, что этот 1% это контрольный процент или золотой процент. И если будут какие-то отклонения в поведении корпорации, то вот этот акционер с одним золотым процентом, он, грубо говоря, тут же, поскольку он акционер, имеет право на получение всей достоверной информации, он тут же сигнализирует. И после этих сигналов начинаются карательные санкции в отношении компании, которая начала играть не по тем правилам, а который принес в эту компанию держатель этого золотого 1%. Вот вы заговорили про 1% и такого акционера. Мне почему-то вспомнилась фамилия Навальный, который также имеет по какие-то небольшие доли процентов крупнейших компаний. Агент-информатор, я бы его так назвал. Агент-информатор. То есть он тоже сигнализирует о любых отклонениях. И работает на некие внешние силы, которые, используя эту информацию, плюс давая ему какую-то информацию, обеспечивают управляемость отечественными компаниями, причем достаточно крупными. Обратите внимание, что те же самые Ротшильды, многие удивляются, как они так устойчиво 200 лет существуют. Они не любят акционерной формы. Они любят семейную форму бизнеса, закрытое общество без лишних свидетелей. А здесь, извините, балаган. И в этом балагане присутствуют агенты-информаторы, агенты влияния и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, эти компании, акционерное общество открытого и даже закрытого типа, они очень подконтрольны. И если происходят какие-то отклонения, сразу же эта компания теряет режим наибольшего благоприятствования. Вот мы сегодня говорим санкции, санкции, санкции. А если компания отклонилась в своем поведении, она не получит ни при каких обстоятельствах кредитов. Она будет иметь проблемы с рынками реализации своего продукта и так далее, и так далее. Это все очень серьезная вещь. Вот кредиты. Опять давайте вернемся к кредиту и инвестиции. Вот, может быть, нашей госпожи Набиулиной вместо того, чтобы размещать свободные средства в казначейках, в бондах или еще каких-то, значит, иностранных ценных бумагах, Центробанку давать кредиты отечественной промышленности? Я об этом и говорю, я об этом и говорю, да. И вообще вот этот институт золотовалютных резервов... Вот тогда нам эти иностранные инвестиции и санкции, что нам не дадут денег, будут не так страшны. Почему не работает у нас в стране внутреннее... Поймите, я вот и начал с этого. Для чего нужны инвестиции? Приходит инвестор в Россию с валютой. Для того, чтобы работать в России, он меняет валюту на рубли. И таким образом денежная масса рубля увеличивается. Это чисто функция увеличения денежной массы, ничего другого. Когда там начинаются разговоры, что приходят и приносят какую-то технологию, какой-то там управленческий опыт, это все бла-бла-бла-бла. На самом деле для Центрального банка действительно не хватает вот этой денежной базы, на основе которой, значит, отшляется эмиссия рубля. Понимаете? Это все равно, что одевать штаны через голову. Ну кто же так делает-то? Все хорошо в наших рассуждениях, кроме одного. Мы отлично понимаем, что и как, и зачем делать. Даже понимаем некую последовательность этих действий. Но есть одна проблема. Как добиться того, чтобы эти действия начали реализовываться властью? То есть, что, такой жареный петух должен клюнуть? Или же что-то еще должно произойти? Конечно, должен быть жареный петух. Как говорят, политическая воля, она сегодня отсутствует. А она появится только тогда, когда действительно жареный петух клюнет. Ну, никаких... А не получится ли так, когда жареный петух клюнет, сработает схема Януковича? Вертолет и куда подальше? А уже некуда дальше. Куда дальше, в Китай, что ли? Ну, в Северную Корею, например, там. Ну, все-таки хотелось бы верить, что я не знаю, кто умнее, значит, наш руководитель Илья Янукович, но все-таки как-то Господь благоволит к нашим руководителям и специально нам дает пример Януковича. Вот, ребята, смотрите. А там список его терпения уже не к концу подходит? Ну, вообще-то, конечно, уже, да, уже близится где-то действительно такой вот дедлайн. Ну, это уже вопросы не экономики, понимаете? Вопросы не экономики. У нас программа политэкономики. Да, я понимаю, да. Опять вопрос воли. Опять вопрос воли. К сожалению, видно невооруженным глазом, что первые лица государства лишены всякой воли. Вот. И, знаете, вот человек, собственно говоря, это сгусток трех ипостасей. Это воля, это чувство, это разум. Сегодня притуплены все эти три ипостаси. Воля притуплена, разум притуплен, чувство тоже притуплено. Я говорю про чувства, потому что... Да, или чувство собственного сохранения. Чувство собственного сохранения, чувство сострадания к народу. Потому что на питерском форуме говорили о том, что у нас и безработица, оказывается, уменьшается. Ну, ребята, ну, вы отправьтесь куда-нибудь в провинцию, посмотрите, в каком состоянии сегодня народ. Это уже вопрос чувств, то есть совесть чувств. Сразу вспоминается строчка из Федота Стрельца. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло. И компот не льется в рот. К сожалению, нашим-то лезет и икра, и коньяк. Поэтому, ну, в общем... Понятно. Ну, то есть, все наши рассуждения, они смогут быть реализованы только после того, как произойдет кардинальное изменение ситуации. К сожалению, мы с вами можем только констатировать ситуацию в ту или иную сторону. Сами мы, ну, уже в силу возраста и возможностей не в состоянии. Может быть, только донести до первого лица, если бы он смотрел интернет. Может быть, удалось. Но с другой стороны, вы знаете, наш российский опыт, а может быть, мировой, про мировой не говорю, российский, все должно начинаться снизу. Апелляция к верхам, она малоэффективна, малопродуктивна. И то, что вот Нейромир ТВ действительно сегодня уже имеет такие многотысячные, даже, можно сказать, миллионные аудитории, это уже хорошо. Это хорошо. Ну, по крайней мере, это говорит о том, что есть думающие люди, которые в состоянии смотреть не клипы и хи-хи-ха-ха, а что-то серьезно вдумчивое. А может быть, и не только думающие, но и действующие. Причем самые... Про это мы в силу 282-й статьи пока говорить не будем. Не-не-не, самые элементарные вещи, самые элементарные вещи. Вот у меня тут на днях был разговор такой, можно сказать, на бытовые темы. Значит, а как нам вот теперь, значит, кредиты запредельные? Значит, вот вы говорите о том, что кредиты – это, значит, изобретение ростовщиков. А вот как, например, квартиру приобрести, машину приобрести? Вот на таком бытовом уровне. Я говорю, ребят, ну, мне один товарищ задавал, я говорю, вы, судя по всему, по возрасту еще жили и трудились в советское время. Вы помните кассы взаимопомощи, КВП? Ну, еще в советское время говорили, не имеется рублей, а имеется друзей. Ну, надо кому-то квартиру. Ну, соберитесь здесь человек, скиньтесь, и человек купит квартиру. Ну, не надо пользоваться. Байкотируйте эти преступные организации под названием коммерческие банки. Байкотируйте. И можно бойкотировать не только коммерческие банки, можно бойкотировать какие-то иностранные товары, и наоборот, значит, агитировать за российские товары. У человека много возможностей. Живите по средствам. Я никогда не беру кредиты. Нет, но я хочу сказать, что, да, бывает ситуация, крупная покупка. Понятно, что моя крупная покупка не соответствует моему месячному или даже полугодовому заработку. Копить? Ну, можно копить, а лучше копить друзей. Друзей копить, конечно. Да, тоже вариант. Значит, понимаете, ведь по сути дела, что в состоянии происходит? Атомизация общества. Атомизация общества. Мы друг с другом перестали нормально общаться. Перестали общаться во внерабочее время. На работе мы тоже достаточно своеобразно стали общаться. То есть, люди как-то приходят, уходят. Все замыкают со своих проблемами. Да, замыкают со своих проблемами. Такое ощущение, что вот работа – это место, где ты просто там раз в месяц получаешь зарплату. Все, больше ничего людей не склеивает. Это неправильно. Это неправильно. По крайней мере, мы пытаемся склеивать на нашем канале. Вот заседание Русского экономического общества, я всегда кончаю такими словами. Я говорю, но вы не просто пришли послушать, посидеть. Вы миссионеры. Вы идете к себе домой, идете к себе на работу, по месту жительства. Вы там развиваете, углубляете эти наши идеи и, главное, притворяете их в практические дела. Притворяете в практические дела. Причем иногда дела-то такие совсем простые. Совсем простые. Ну что ж, давайте тогда перейдем к ответам на вопросы зрителей, которые задали в вашем персональном блоге. Ну, понятно, тут некоторые… Только опять сочинение. Опять сочинение целое. Но некоторые вопросы, наверное, которые сжато сформулированы, вы как-то ответите на них. Вот я тут выбираю короткие вопросы. Вот Алексей Степанов. Вопрос к Валентину Юрьевичу. Сколько контур в денежной системе в Республике Беларусь? Является ли политическая система в Республике копией политической системы СССР? Боюсь, что это не так. Боюсь, что это не так. И, к сожалению, денежная система Республики Беларусь построена примерно так же, как и российская. Она одноконтурная. Да, она одноконтурная. Со всеми отсюда вытекающими последствиями для курса белорусского рубля. Он, естественно, плавающий. Я не знаю, может быть, он как в коридоре плавает. Есть такая мысль, что нам с вами надо будет прям записать большую программу, посвященную вот этой трехконтурной системе. Если вот разживемся сюда, интерактивный экран, да, и чтобы интерактивно все это изображать. Потому что пока это все только компьютерная графика, вот то, что видят зрители. Но хотелось бы, чтобы здесь была реальная, и мы смогли рисовать и, собственно, показать, рассказать вот про эту трехконтурную систему, которую необходимо будет построить. А вот еще такой простой вопрос. Валентин Юрьевич, порекомендуйте, пожалуйста, аналитика, который рассматривает настоящее экономическое положение и перспективы Украины. Ну, я могу себя порекомендовать. Ну, это шутка, конечно, но вчера я сдал книгу, которая называется «Украина, двоеточие. Передел и беспредел». Украина как возможный эпицентр мировой финансовой дестабилизации. Так что следите за книжным рынком где-то через полтора месяца. В издательстве «Родная страна» должна выйти моя книга по Украине. Ну, а так, конечно, много специалистов, есть разные сайты, русская народная линия, по-моему, есть даже сайт «Новороссия». Еще какие-то сайты, я сейчас так на вскидку не могу сказать, но нету одного универсального специалиста, когда я сказал про себя, конечно, пошутил, потому что в той же моей книге и моих публикациях есть ссылки на других авторов. Поэтому я не буду сейчас напрягать свою память. Много интересных аналитиков. Да вот один, кстати, наш член-корреспондент Русского экономического общества, это Владимир Иванович Матвеев. Он периодически публикуется на сайте Русского экономического общества имени Шарапова. Так, давайте дальше посмотрим. Я только короткие хочу выбирать, да. Так, в ию. Уже давно ответил, что наука, экономика – это лженаука. Основа экономики – это нравственные законы. Ну, тут, собственно, не вопрос. Да, это просто прокомментировали. Констатация, да. Кстати, я тоже сейчас готовлю к изданию одну книгу. Условно она называется «Русская мысль о социологии». Книга состоит, будем так говорить, из неких моих таких конспектов. Просто я даю своим друзьям конспекты по отдельным русским мыслителям, ну, таким как Лев Тихомиров, например, Константин Леонтьев, отец Сергий Булгаков «Философия хозяйства», Владимир Соловьев. Ну, и вот они порекомендовали, говорят, эти конспекты, естественно, с комментариями какими-то, развернутыми комментариями, надо публиковать. Вот я как раз сейчас готовлю эту книгу, и там, значит, конспект по книге Владимира Соловьева. Ну, мы знаем Владимира Соловьева как философа, как поэта. Его одна из основных работ – это «Оправдание добра», такое фундаментальное философское обоснование нравственных законов. Так вот, у него одна из глав так и называется – «Экономика». «Экономика и нравственность». Он буквально моими же словами говорит, или я его словами говорю. Почти стопроцентное совпадение, что экономика никаких своих самостоятельных законов не имеет. Там действуют универсальные нравственные законы. Ничего другого. Так что читайте Катасонова, читайте Владимира Соловьева «Оправдание добра». Так, дальше пойдем. Я думаю, может быть, эти письма как-то где-то публиковать, потому что тут у нас просто действительно роман войны. На нашем сайте все размещено. То есть люди могут читать. Да, люди это все читают. Понятно. Уважаемый Валентин Юрьевич, хотелось бы услышать ваше мнение о концептуальной власти, концепции «Основы безопасности», КОБ. Ну, я уже много раз говорил, что я КОБу не доверяю. Более того, значит, некоторые выступления руководителей КОБа, нынешние руководители, они прямо себя позиционируют как люди, которые живут уже в постхристианском мире. Они отрицают православие, отрицают христианство. Ну, для меня, как православного человека, их позиция является неприемлемой. Ну, я от себя могу добавить, я не являюсь православным, я вообще являюсь атеистом, но тоже очень насторожен. Может, вы агностик все-таки? Ну, не знаю, я в таких деталях тонкостях не разбираюсь, но я могу сказать, что я тоже не доверяю этой организации. Дело в том, что я был знаком с ее основателем, генералом Петровым, и считал его очень таким продвинутым и безвременно ушедшим человеком с совестью, с творческим потенциалом. Но после его ухода вот это движение превратилось прямо, можно сказать, в свою противоположность того, как это движение задумывалось. И сказать, что в нем что-то конструктивное, ну, я бы не сказал. Там есть остатки именно тех наработок, которые были сделаны Петровым, они, собственно, привлекают людей. Но под этими здравыми мыслями им вкладываются, в общем-то, достаточно сомнительные ценности и используют их в достаточно сомнительных процессах и проектах. Поэтому, в общем-то, отношение КОП надо разделять до Петрова и после Петрова. То есть эпоха, когда руководил Петров, это один КОП. То, что стало после 2008 года, ну, это, скажем так, совсем не то. Совсем не то. Вот, поэтому тут вот я человек неверующий, но в данном случае я с вами полностью солидизируюсь. Ну, они-то как раз, они себя позиционируют как люди духовные, даже сверхдуховные. И даже я знаю, что они там издали наготомную историю что-то, то ли религии, то ли что-то в этом духе. То есть они в духовную сферу очень активно внедряются. Но духовная сфера у них представляет из себя некий синтез или эклектику. Там и язычество, там и оккультизм, там и какие-то элементы христианства. Ну, в общем, вы знаете, человечество все это проходило уже. Проходило. Я не хочу сейчас эту тему затрагивать. Но это такая гремучая смесь, которая, ну, немножко она напоминает и масонство даже. И более того, есть некоторые неподтвержденные, правда, недокументированные факты, что кубовцы имеют какие-то связи с зарубежным масонством. В общем, как бы мой жизненный опыт показывает, что лучше... Причувствие не обманули. Да, 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 что лучше дистанцироваться. Особенно русскому человеку. Русский человек имеет определенную матрицу, определенную, так скажем, генетику цивилизационную. Да, не ложится на нашу генетику. Да, мне пьяняет, что вот символ коп чем-то напоминает логотип нашего канала. Но я всегда говорю, ребята, вот коп – это трикветр, это из греческой символики, а у нас все-таки триглав – это исконно славянский символ древний, который, ну, еще дохристианский. Понятно, что православному человеку, может быть, считают язычниками, но, тем не менее, наш символ, он является элементом культурного наследия. Дело в том, что оно язычество тоже очень разное. Дело в том, что православие очень органично легло на именно наше славянское язычество. Вот это надо иметь в виду. Оно не легло органично, скажем, на язычество европейское. Ну да, в православии есть понятие Святой Троица, Отец, Сын и Святой Дух. В язычестве триглав – это вот, собственно, наш символ – это три бога, Свара, Кперона и Свентовит, которые символизируют разные ипостаси человеческой деятельности. Так же, как и в православии дух, тело и так далее. Троица, да. Да, Троица. То есть, вот здесь перекликается, понятно, что есть разночтение, но надо искать все-таки то, что объединяет. Да, ну вот я, конечно, глубоко не погружался в изучение язычества, но все-таки понял простую мысль, что язычество, оно в дохристианскую эпоху было очень разным, даже, будем так говорить, на евразийском пространстве. Поэтому какие-то язычники очень быстро и органично приняли христианство, какие-то извратили христианство, но, например, те же самые германские племена варваров, ведь на этой же почве родилась ересь под названием орианство. И эта орианская, будем так говорить, разновидность христианства, она сегодня дает о себе знать, мы же видим, что мы очень разные. Формально, как бы, христианство восточное, христианство западное, но принципиально разное. Некоторые языческие праздники у нас до сих пор в ходу, такие как Масленица, например. Ну, это да, но дело в том, что все-таки у нас элементов язычества гораздо меньше осталось. Даже давайте посмотрим, например, на такую вещь, как название «Дни недели». У нас воскресенье – это воскресенье, Малая Пасха, воскресенье Крестово. А в Европе – Зонтак, Сандия, солнечный день. Это что? Это вот как раз атовизма той языческой эпохи. Ну, давайте дальше по вопросам. Так, Валентин Юрьевич, здравствуйте. Очень хотелось бы услышать из ваших уст ответ на вопрос. «Сколько процентов, видя всевозможных налогов, забирает у трудящегося человека с произведенного им результата труда, если этот результат обозначить за 100%?» Действительно ли у трудящегося человека забирается более 90% его труда? Как объясняет Марат Харисов или Харисов в очень интересной лекции «Защити себя от обмана». Ну, видимо, автор этого вопроса Ольга Солнцева – молодой человек, молодая девушка. У меня такое подозрение, потому что если бы она была, это дама моего примерно возраста, она бы вспомнила политическую экономию и поняла, что та стоимость, которую она предлагает ценить за 100%, она делится на, будем так говорить, необходимый продукт, необходимые стоимости, прибавочные стоимости. Необходимый продукт – это часть продукта, которая, собственно говоря, необходима для производства товара и в обыденном языке называется «издержки или себестоимость», «издержки производства». Это и амортизация, расходы на селье и заработная плата. Есть понятие «вновь созданная стоимость». «Вновь созданная стоимость» – это заработная плата и прибавочный продукт. Но действительно, если бы не было у нас капиталистических отношений, то все 100% вновь созданной стоимости за вычетом налога доставалось бы работнику. Но дело в том, что вновь созданный продукт делится на несколько кучек. Первая кучка – это кучка под названием тот необходимый продукт, который оставляется работнику в виде заработной платы. Другая кучка – это прибавочный продукт, который забирает работодатель или капиталисты. Третья кучка – это налоги. Поэтому надо, наверное, считать 100% не от всего продукта, а только от вновь созданной стоимости. Так вот, если брать вновь созданную стоимость и в этой вновь созданной стоимости брать прибавочный продукт, уже, предположим, очищенный от налогов и так далее, то есть чистый прибавочный продукт после выплаты налогов, то такая статистика велась и ведется по западным странам. Значит, примерно такая пропорция. Значит, необходимый продукт во вновь созданной стоимости 60%, прибавочный продукт – 40%. Но в России ситуация намного хуже. По крайней мере, я года два назад считал, значит, работнику достается 30%, 70% достается работодателю. Вот более серьезный вопрос – это даже не налоги, а та часть… Норма прибавочной стоимости. Да, норма прибавочной стоимости – та доля вновь созданного продукта, которая идет работодателю. Но это показатель уровня эксплуатации. Это фактически показатель уровня эксплуатации наемного работника. У нас уровень эксплуатации намного выше, чем в Западной Европе, намного выше, чем в Соединенных Штатах. Со странами третьего мира не сравнивал. Думаю, конечно, в странах третьего мира ситуация хуже, чем у нас. Что касается налогов, ну, тут надо считать, я, честно скажу, не проводил ни разу таких расчетов. Ну, думаю, что, конечно, если брать вновь созданную стоимость до вычета налогов, то на налоги, наверное, придется третья часть. Вот, вновь созданного продукта. Это тут большие могут быть колебания по отдельным отраслям. У нас удивительным образом бенефициарами труда является даже не столько промышленники-предприниматели, как банки и государства. Я как раз хотел сказать, что дальше начинается вторичное перераспределение прибавочной стоимости или прибавочного продукта. Вот работник получил 40%, 60% получил непосредственный работодатель. Но это не значит, что непосредственный работодатель тут же положил на счет, в кубышку, или там съел, пропил, прогулял. Он должен делиться. То есть вот эта вот прибыль, она делится. Он должен, значит, часть прибыли отдать, скажем, торговому капиталисту, а основную часть прибыли он должен отдать денежному капиталисту. В России это особенно актуально. Еще чиновнику, который... Ну, это само собой. Тем, кто его крышует. Это уже, я бы сказал, третичный передел, потому что, конечно, и банкир должен какую-то коррупционную ренту заплатить, и торговый капиталист, и тем более промышленный капиталист. И, кстати, вот из этого следует одно следствие. Маленькие предприятия с небольшим количеством людей, работающих, становятся нерентабельны, потому что тогда у капиталиста-предпринимателя остается очень мало средств на собственное, потому что ему надо этому, этому, этому раздать. И вот на оставшиеся средства он не может развиваться и функционировать. И это причина, почему у нас мелкий бизнес-то, он схлопывается, он не разрастается, не растет. Редкие предприятия поднимаются... У него нет источников развития. Да. Которым удается исключить какой-нибудь из вот этих факторов. Допустим, брат милиционер, вот, значит, этот вопрос крышей решил. Экономия на этой самой коррупционной ренте. Да. Брат-чиновник вот сэкономил еще на чем-то. То есть вот за счет вот этого вот эти предприятия имеют возможность... Зять СВА там работает в налоговой службе и смотрит сквозь пальцы на твою налоговую декларацию. Совершенно верно. Но если ты работаешь полностью по всем правилам и законам, соблюдая все, ты становишься нерентабелен. И маленькие предприятия, там до 10-15 человек, это нонсенс. У меня есть один знакомый предприниматель, очень честный. Просто я несколько раз его даже отчитывал по этому поводу. Я говорю, пойми, что ты не сможешь нормально развиваться в нашей среде. Нет, но это же и элемент управления. Стоит только такому чуть-чуть где-то проявить свою политическую активность, к нему тут же придут. Ну, понятно. Но, в общем, сейчас проблемы пошли. Проблемы пошли, налоговое насело. И я ему объяснял, что невозможно в России работать честно и выполнять все нормы налогообложения. Если ты будешь работать в убыток, ты лучше сразу тогда закрывай предприятие и переводи там деньги на банковские депозиты или еще куда-то. Ну, в общем, к сожалению, это так. Кстати говоря, когда я учился, я что-то сегодня вспоминаю про политэкономию 60-70-х годов. Помню в учебнике, значит, была такая теория в разделе критика буржуазных реформистских теорий. Критика теории самофинансирования. Оказывается, в 60-70-е годы, значит, многие предприятия реального сектора экономики вообще обходились без банков. За счет того, что у них был щадящий налоговый режим, они могли себе позволить не брать кредиты. Они развивались за счет собственной прибыли. И даже появилась на Западе такая теория, что банки умирают. Они не востребованы реальным сектором экономики. Но сегодня даже трудно поверить. Но действительно, я помню, я хорошо именно этот вопрос готовил к экзамену. 90% покрытия всех потребностей предприятия обеспечивались за счет прибыли. И только 10% за счет привлечения кредитов. Поэтому прибыль надо изъять, чтобы поставить... Чтобы, грубо говоря, загнать... В банковское стоило. Да, банковское стоило, совершенно верно. То есть фискальная государственная система с одной стороны подыгрывает банкстерам с другой стороны. Да, совершенно верно. Кстати, вот моя публикация, связанная с банковским концлагерем, она достаточно... Как раз вот в вашем блоге. Да, 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 да. Она получила такой мощный резонанс. Люди как-то так возбудились. Я позволю себе сказать, что, в общем-то, не зря, наверное, возбудились. Не зря возбудились, потому что... Я не помню, когда я размещал свой этот материал. В той же Швеции, оказывается, в мае этого года был принят закон, который разрешает предприятиям розничной торговли прекратить торговлю за наличные. Ты приходишь в магазин, а тебе говорят, вот, смотри, ты как на выставке или в музее. Ну, тут мы опять выходим на религиозные тексты. Никто не сможет ни покупать, ни продавать, не имея начертания. Да, 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 совершенно верно. Апокалипсис, откровение. Не имея кредитной карточки или штрих-кода на руке. Так получается. Да, совершенно верно. И специалисты, технические специалисты говорят, поразительные совпадения. Потому что с точки зрения микрочипирования самые подходящие места на теле человека – это именно либо правая рука, либо лоб. Потому что здесь какой-то особый термальный режим. И вот микрочип автономный, он оптимально именно функционирует в этих двух точках. Но в Швеции там сейчас появились… То есть тотальный контроль, тотальное загонять всех в банки. То есть этакий финансово-экономический концлагерь. Это звучало на 63-м собрании Бильдербергского клуба. Но это же Рокфеллеры, это не Ротшильды. Как, получается, эти два конкурирующих клана все-таки действуют сообща? – Вы знаете, где-то сообща, где-то порознь. Когда у них появляется общий противник, они объединяются. – В данном случае общий противник – все человечество, что ли? – Ну, вы знаете, все человечество – это по определению общий противник. Тут, пожалуй, они едины в своих каннибалистских планах геноцида, уполовивание человечества или даже сокращение его на порядок. Потому что фигурируют цифры, что этим хозяевам денег достаточно только иметь 500 миллионов человек, которые будут обслугой. Не золотого миллиарда, заметьте, а золотого миллиона. Это вот тоже такой миф насчет золотого миллиарда. Ну, и жители Европы прекрасно видят, что они никакой не золотой миллиард. Жители Америки тоже прекрасно видят, там безработица растет. Так что в этом смысле… Вот я хотел сказать, что действительно ситуация очень напряженная. Я некоторые вещи не могу даже сам осмыслить. Да и, по-моему, некоторые хозяева денег до конца не понимают, что происходит. А помните, что-то сегодня у меня вечер воспоминаний по поводу политической экономии. Помните, в учебнике политэкономии капитализма был такой закон. Закон Маркса, закон тенденции снижения норм прибыли. Он говорил, что рано или поздно прибыль, она дойдет до нулевой точки. И тогда произойдет самоаннигиляция капитализма. Ну, собственно, учетная ставка того же ФРС по доллару, она уже тоже. То есть банковский процент показал, что при существующей финансовой схеме он не может быть положительным. То есть, опять же, отрицательный банковский процент по факту с учетом инфляции. И нормы прибыли. Потому что, скажем так, прибыль в 15-20 процентов сейчас считается уже очень большой. Потому что... Ну, по большому-то счету, понимаете, если мы будем использовать физические показатели развития экономики, то уже лет 20-30 идет вниз, а мы все продолжаем пребывать в эйфории, идут какие-то разговоры насчет экономического роста. Это же стоимостные показатели. А стоимостные показатели чем измеряются? Резиновым метром? Деньги-то перестали выполнять свои основные функции? Но может тогда все-таки правы те аналитики, которые заявляют, что единственным способом разрешения вот этого противоречия является большая глобальная война? Ну, в общем-то, возможность или вероятность войны очень велика. Но ведь в данном случае большая война, Третья мировая, она не только там обнулит финансовые какие-то обязательства, но ведь она же нанесет серьезный ущерб вообще всей цивилизации. Ну вот тут действительно хозяева денег, они бы, пожалуй, и прибегли к Третьей мировой войне. Но дело в том, что Третья мировая война, она не может повторить ни первую, ни вторую. Потому что Третья мировая война уже может нести в себе риск применения ядерного оружия. И вот поэтому-то сейчас мы видим, что происходят некие события, которые эксперты называют гибридной войной. Война фактически началась. Но это подлая ползучая война, необъявленная война. Из-под тишка. Из-под тишка, совершенно верно. Мы рисуем такие сцены Второй мировой войны. Там армии, фронты, танковые, плини. Там Прохорское поле, там с каждой стороны по тысяче танков искореженных. Нет, такого уже не будет. Ракетные залпы. Да, да, да. Такого не будет. Поэтому Третья мировая война ведется. И даже вот такие, я бы сказал, гуру, политические гуру, как Киссинджер, Жезинский, они чувствуются уже ноты тревоги. Ноты тревоги. Они примерно так говорят. Да, значит, был управляемый хаос, но сейчас есть риск потерять управление над этим хаосом. Ну, некоторые высказывают мнение, что идеальным оружием Третьей мировой войны станет супервирус, который просто биологическое оружие, которое существенно будет прореживать ряды. Ну, насчет супервируса есть такие разговоры, но вот насчет селективного действия супервируса большие вопросы. Ну, если у тебя есть вакцина заранее заготовленная, а у других ее нет, вот пожалуйста. Дело в том, что еще лет 10 назад я слушал один доклад про так называемое этническое оружие. То есть, это вполне вероятно биологическое оружие, но селективного действия. Вот, я сдал тогда еще. Действует по определенным галлогруппам. Да, вот почему сегодня вроде бы так на Западе большие деньги вкладываются в изучение, значит, вот различий в отдельных этносах. Ну, в этносах это, я думаю, сложно, а вот расы там, это уже все-таки там различия больше. То есть, различия русского и американца, ну, мягко говоря, настолько незначительные. Вот, если сравнивать с азиатами, то у нас даже есть разница в метаболизме. Ну, меня, честно говоря, пугают эти исследования, потому что они действительно, я обо них слышу очень много, знаю, что на них тратятся большие деньги. И не могу понять, либо речь идет действительно о разработке некого этнического оружия, либо речь идет о том, чтобы в обществе посеять, будем так говорить, межэтнический конфликт. Потому что люди-то быстро клюют на все эти вещи и начинают смотреть на себя. А я-то кто такой? Начинается самоидентификация. Сначала он посмотрел на себя, потом погружал на соседа, да. Разделяй властой, понимаете? Меня это тревожит, но я вот в последнее время слышу много анонсов, приглашают на лекции послушать нюансы, связанные с расово-этническими отличиями. К чему бы это? Спроста это не бывает. Ну что ж, большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Я думаю, нашим зрителям тоже было интересно услышать мнение профессора Катасонова, получить некоторые ответы на ваши вопросы. Вы также можете их продолжать размещать в блоге Валентина Юрьевича на нашем сайте. Я хочу только сказать, что цикл программ «Политэкономика для всех» продолжается, он продолжится в новом сезоне. И уже где-то в конце августа, в начале сентября выйдет новый выпуск. А сейчас я прощаюсь с вами, до новых встреч, до новых встреч в новом сезоне. Вы узнаете еще очень много интересного. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»